Всем привет! С вами Фрикстер, это Террария, и сегодня я хочу рассказать, как убивать Мунлорда без особых затрат, без большого количества зелий, без супертоповой брони, которая выпадает только уже после убийства этого босса, без какого-то оружия, там, всяких террарианов и мяумуров. Вот, сегодня мы будем убивать босса Мунлорда при помощи Летающего Дракона, это оружие, выпадающее из Бетси. Бетси — это финальный босс нашествия, нашествия Дефенса, у которого довольно-таки сложный запуск, потому что вам изначально нужно будет найти Трактирщика. Ну, то есть, если у вас мир уже в какой-то степени развит, то есть вы там дошли до Плантеры, какого-нибудь Голема, то у вас, очевидно, уже, скорее всего, должен он быть, и вы должны уже хоть раз, но попробовать этот режим. Так вот, в этом режиме в конце прилетает дракон, вы его убиваете, вам падает мешок. Конечно же, если вы играете в Эксперте, а мы играем в Эксперте, и только в Эксперте, в другом нет смысла. Ну, единственное, что для спидранов, конечно же. Вот. Из него с 25-процентным шансом выпадает как раз Летающий Дракон. Вот. Конечно, может еще хорошее оружие выпасть. Вот. Но мы поговорим сейчас именно о Летающем Драконе. Почему я сконцентрировался именно на нем? Потому что это оружие бьет сквозь стены. Да, у него вылетают такие волны, которые покрывают, ну, неплохую, скажем так, неплохую площадь, и могут захватить довольно-таки много. То есть, вместо того террариана, который... Точнее, террариана, а как называется, супермеча, который крафтится из трех других, я забыл, если честно, как он называется, но, в общем, у него, если не ошибаюсь, что-то подобные атаки, но он выкидывает еще одни мечи, псевдомечи, которые, как бы, очень тонкие и могут не попасть туда, куда вы хотите. А это, в принципе, очень большую площадь захватывает и довольно-таки удобная. Также я не буду пользоваться никакими призывалками, никакими супер-дупер-зериями, которые мега-сложно крафтятся. При этом буду пользоваться жучиной броней и тринкетами на броню и урон. Ну, в основном на броню, потому что все равно стоять против Мунлорда довольно опасно. Как бы, там он дважды ударит каким-то чудом, пробьет стену. Есть у него, да, атаки, которые пробивают блоки, ну, действуют сквозь блоки, а есть удары, которые, конечно же, сквозь блоки не работают, и поэтому мы строим вот такую конструкцию. Вот. Мы строим вот такую конструкцию. Селим здесь медсестру. Конструкция, в принципе, вместо дверей у нас подойдут платформы. Также нужно осветить. Стол, стул. Все, в принципе. Потом мы просто в настройках выборе, точнее, наводим иконку медсестры на этот домик. Все, она здесь заселилась. Отлетаем, прилетаем. Она уже здесь. Все, в принципе. Вот. Мы должны находиться чуть выше нее, потому что потом есть круговые атаки глаз у Мунлорда, которые могут зацепить не только нас на медсестру и быстро ее убить. Вот. Поэтому мы находимся над ней, и желательно куда-нибудь чуть-чуть в сторону отойти, и вы, в принципе, можете почти весь бой находиться в ее интерфейсе, чтобы просто навести и нажать кнопку подхила. Да, мы не будем пользоваться паузой, поэтому как бы мы не пользуемся паузой. Скорее всего, это посткомментирование, да, которое... Сейчас вы видите картинку, а я тут разговариваю. Вот. Ну и, в принципе, просто дамажим по всем глазам подряд. В основном мы концентрируемся на верхнем глазе, потому что он очень редко появляется, и его нужно по максимуму дамажить, чтобы одновременно у нас три этих глаза находились, скажем так, слоу-хп. Потому что как только мы ломаем глаз, этот глаз вылетает и начинает нас бить. Поэтому лучше, конечно, не дожидаться, ну то есть лучше не атаковать другие глаза, пока по нам, как бы, над нами летает глазик, стреляется лазером и так далее. Кстати, да, эта конструкция защищает от лазеров, хорошо? А лазеры, если не ошибаюсь, это одно из самых грозных оружий Мунлорда, особенно если вы просто летаете при помощи летательного оружия, улетательного транспорта, то вас этот лазер догоняет, очень быстро убивает, просто буквально в секунды. Поэтому, конечно же, мы застраиваемся. Вот. Ну, наверное, я все сказал, скорее всего. Может быть, и нет. А, да, конечно же, обязательно мы делаем еду, рыбу. Можете тыквенный пирог, как вариант, но он просто дольше работает. Зелий на защиту, то есть зелий железной кожи недорого делается. Там, по-моему, свинец, растение дневное и вода. Колбочка с водой, все. Как бы это самый простой рецепт на самом-то деле. Делайте его, пьете, ну и, в принципе, пошла коса на камень. Как только мы ломаем три глаза, они начинают летать над нами, опять же. Почему мы стоим чуть, как бы, в сторону от медсестры? Потому что основной центральный глаз будет двигаться на нас. То есть он будет вертикально падать по нам. Вот. Что бы ни зацепило медсестру, мы как раз отходим чуть левее, правее, неважно. Главное, чтобы ее не зацепило. Опять же, мы постоянно находимся у нее в интерфейсе, но если мы видим вдруг, что у нее хп чуть-чуть подкосило, мы выходим из этого интерфейса, ждем, пока она подхиляется. Хиляется она сама, у нее вылетают шприцы. Мы также можем ее огородить еще от платформ. Вот. Потому что она может зайти в самый угол и кидать шприцы в себя. И шприцы будут вылетать чуть выше платформы и падать в платформу. Поэтому это может очень плохо сказаться, и медсестра наша умрет. Вот. Ну, как-то так. Как видите, урон, в принципе, ну, не сказал бы, что очень большой, но пойдет. Пойдет. На Мунлорда пойдет, особенно если вы убиваете его впервые. Такой урон будет очень хорошо. Лучшее зачарование это легендарное для летающего дракона. Вот. Ну, и, в принципе, как-то так проходит весь бой. Ничего сложного особо в этом нет. Как бы, как-то так. Ну, ладно, давайте досмотрим до конца бой и подведем итоги. Ух, только что был, на самом-то деле, на волоске буквально, потому что у меня оставалось, наверное, сердца три где-то примерно. Ну, то есть тут нужно повнимательнее уже следить. Вот. Ну, единственная, наверное, защита этой конструкции в том, что по мне не проходит этот лазер основной из его глаза. Вот, все. Кстати, мы выходим время от времени из интерфейса нашей медсестры из-за того, что нам хоть как-то нужно защищать, ну, то есть восполнять ей здоровье. А это, в принципе, как вариант. То есть она сама себя лечит, так что все хорошо. Хорошо. Да, и в последнее время периодически мы хиляемся. Конечно же. Да, без этого. Ну, и в основном, в основном изначально у нас приоритет это верхний глаз, потому что он очень редко открывается. Его нужно довольно-таки часто дамажить. Так. Ну, то есть когда он открывается, фокусируемся на нем, а боковые глаза, ну, как только верхний закрывается. Ну, сейчас я просто в сторону верхнего шмаляю, потому что нужно прям по максимуму его продамажить. Так. Медсестра, ты там держись, пожалуйста. Так, сейчас похиляйся чуть-чуть. Еще раз заходим в твой интерфейс. О, отлично. Как видите, только что я почти полностью отъехал. Так, эй. Тихо. Хорошо. Восполнил здоровье. Было очень близко на самом-то деле. Так, теперь сердце. Теперь обязательно сердце. Стоим не под медсестрой, потому что под мед... Ну, по мне как раз залетает глаз. Вот. И можно чуть-чуть отойти в сторону, чтобы вот эти вот выстрелы, ну, когда глаза опускаются все разом вместе, вниз, не задели медсестру. Хотя... Так. Хотя все равно время от времени задевает. Так. Но в любом случае, хоть как-то это помогает время от времени. Не всегда, но помогает. Так, хиляемся по возможности вообще. Так. Ну, как видим, медсестра вроде фуловая стоит, так что... Так что просто... Просто... Ага. Сейчас на самом-то деле очень сложно. Да, оружие, конечно, хорошее, то, что пробивает стены, но при этом урона не всегда хватает. Вот. Ну, то есть урон относительно, допустим, того же террария, довольно-таки маленький. Учитывая то, что террариан дамажит в среднем за удар на... По 600. А тут как бы идет... Так, здесь мы отойдем. Немножечко от медсестры. То ее подвинули уже глаза. Так. Хорошо, ну почти. Давай же. Так, хиляемся. Когда они кастуют вот эти лазеры, это самая, наверное, удобная атака, потому что она защищает нашу конструкцию. Хоть как-то. Если мы будем находиться на нижней платформе, ну то есть там, где медсестра сейчас стоит, то они будут постоянно крутиться. Вот так вот. И очень часто задевать медсестру. Так что не рискуйте. Не... Бэ. Не отдавайте медсестру на произвол, скажем так, на расправу. Так что просто стойте над ней немножко. Для вас разницы нет, но для нее хорошая разница, и по ней не бьют. Так, ну почти добили. Почти, почти, почти. Давай, 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 ну же. Ну же, дружище, умирай. Ой, сейчас я как бы... Я просто смотрю сейчас на сердце, я не смотрю на свои хп. Я как увидел это маленькое количество хп, как бы подумал, ну в баню. Надо лечиться. Так, отхиляя своими хилками, чтобы не перерывать атаку. Да, и... Ну все равно как бы пробивают. Отлично, мы одолели мунгорда. Фух, ну... Как-то вот так. Повторюсь, дорогие друзья. Я, кстати, возможно, даже посткомментированием это все как бы сделал. В самом начале объясню. Сейчас объясню еще раз, вот, чтобы не забыть для себя. Во-первых, мы убивали мунглорда той броней, которая доступна. И еще на... После, примерно, убийства голема. То есть, в принципе, после убийства голема все, что у меня есть, уже можно собрать. То есть, и идти как бы убивать мунглорда спокойно, без проблем. Вот. То есть, жучиная броня, это черепашья броня. И там добавить, я не помню, если честно, что добавлять нужно для того, чтобы как бы жучиная получилась из черепашей. Но, дорогие друзья, надеюсь, надеюсь, Википедией умеете пользоваться. Вот. Также просто, просто предметы на защиту какую-нибудь, на урон, на скорость атаки и так далее. Ну, в основном тут играет роль защита. Лучше защиту, конечно, чтобы так часто не хелялись. Хотя, даже если защиты чуть меньше, там, допустим, 70 будет, да, то в любом случае медсестра нам помогает подлечиться. Вот. Также, используя оружие, летающий дракон выпадает из босса Бетси. Это босс нашествия. Нашествия, седьмая волна, по-моему, да. Семь волн. Проходите, прилетает Бетси, убиваете Бетси, добываете мешок. 25% шанс на это оружие. Оружие хорошее. На самом-то деле, как видите, самого последнего босса убивает. Вот. Также хотелось бы сказать, что Бетси, Бетси доступен только после убийства голема. Так что вам в любом случае придется завалить голема, чтобы прийти на Мунлорда. Вот. Ну, и в принципе, вроде все. Никаких миньонов, никаких там бомбочек, ничего такого, ничего. Только медсестра, только защита, все. Все. Как бы, как я и сказал, стоите над ней, не стоите рядом под низом, потому что глаза будут бить по вам своими круговыми атаками. Будут убивать ее очень-очень быстро. Давайте, кстати, посмотрим, что нам выпало. Кстати, и хотел бы сказать, что легендарная это лучшая зачарка для этого оружия. Так что, ну, не поскупитесь, просто позачаруйте, найдите себе легендарный летающий дракон. Так, что мне выпало? Ага. Мне выпала, во-первых, портальная пушка. Я не помню, что она делает, если честно. Ага. Видимо, на правую кнопку мыши другой этот. Люминит. Вот, это, наверное, единственная вещь, зачем действительно убивать Монлорда. Для люминита. Люминит. И, кстати, очень хорошая, на самом-то деле, призма. Ну, штука призма очень хорошая. То есть, одно из самых таких моих любимых магических оружек. Но тут нужно, как бы, какое-то пополнение маны постоянное, которое восполняет ее просто в неограниченном там количестве, чтобы пользоваться этой призмой. Так, ну, дорогие друзья, надеюсь, вам видео понравилось. Видеоубийство босса, в принципе, дал вам такие подсказки насчет ресурсов, какие вам нужны для того, чтобы пойти на этого босса. Ну, можем, в принципе, порассуждать, что можно заменить. Ну, в принципе, все вот эти атакующие, допустим, перчатку сложно делать, понимаю. Можно взять там зеленая перчатка и синяя перчатка. У них скорость атаки увеличивается. Тоже, как бы, вот, желтая делается как раз и синяя, и зеленая. Можете желтую, синюю, зеленую собрать, как бы, и спокойно сделать себе три перчатки. Плюс скорость атаки, почему бы нет? Я, кстати, вот, возможно, даже ошибочно вам рекомендую три перчатки, потому что, скорее всего, они стакаться не будут, но это нужно прочекать в Википедии. Вот. Охранный щит, ну, чтобы вас не толкало, не толкали постоянно ваши вот эти глаза из стороны в сторону, как бы, ну, желательно, желательно. Ну, хотя щит Анха делается геморройно, я честно признаюсь, это, наверное, самое такое долгое, долгий тринк, который я докрафчивал. Ну, грозный кастет выпадает, если не ошибаюсь, из мимика, из кримзонного мимика. Вот, так что можете, в принципе, побить мимиков там, они несложные на таком уровне игры, так что побивайте. Ну, и, в принципе, в принципе, все. Бафы на броню, железная кожа, еда обычная, как бы, как вы видите, если у вас там еще какие-то зельки на урон, на ярость, на миньоны, миньоны еще. Если бы я вот так вот поставил здесь эту звезду, плюс призвал дракончика, я бы, очевидно, убил намного-намного быстрее. Ну, вы, конечно, это можете сделать, если вы впервые проходите. Также хотел бы напомнить, что это эксперт, ну, режим сложности эксперт, вот. Так что, как бы, дерзайте, ребят, кто впервые познакомился с террарией и хочет завалить всех воссов, то, конечно, пишите в комментариях, кого следующим убить, я постараюсь показать вам хорошую стратегию, правильную стратегию, в принципе, с минимум затрат ресурсов, вот. Так что пишите, пишите, пишите. На этом все, всем спасибо, всем до скорого, всем пока.